В Бобруйске за несколько дней выпала декадная норма осадков. Толщина белого покрывала 14 сантиметров. Снегопады отступают, все силы направлены на борьбу с последствиями циклонов. Коммунальные службы в режиме нон-стоп бросают вызов стихии. Безопасность людей – задача номер один. Ежедневно убирается дворовая территория, очищаются от снега, подходы к подъездам, пешеходные дорожки, посыпаются песчаной соляной смесью. Хватает техники, хватает дворников, которые проводят эту работу. Тем не менее, опасность подстерегает буквально на каждом углу. Количество обращений к медикам растет вместе с минусом на термометре. Уже свыше двух тысяч по всей стране. В травмпункты поступают с переломами лучевых костей, лодыжек, ребер. Частые случаи растяжения связок, ушибы. В среднем в день госпитализируется 3-5 человек с этими травмами, а обращаются порядка 10-15 человек. Учитывая, что у нас еще есть и первый травмопункт при больнице имени Марзона. Там тоже такое же количество. В гололед передвигаться стоит с особой осторожностью. Предпочтение нужно отдавать удобной обуви. Чтобы избежать падения, врачи рекомендуют носить сапоги на шипованной подошве из плотной резины. Прежде чем отправиться на прогулку, важно уделить время подготовке. Прогнозируйте, сколько вы будете проводить на улице. Если будете долго, то желательно покушать хорошо, плотно, может быть, жирной какой-то пищи, попить чая и после этого выходить. Если вы на улице оказались и чувствуете, что вы подмерзаете, то лучше зайдите куда-нибудь в помещение. Это может быть магазин, кафе, где можно выпить горячего чая или кофе, согреться и потом выйти. Чтобы избежать обморожения, необходимо выбирать свободную одежду из натуральных тканей. Варежки, шарф и шапка должны стать главными атрибутами зимнего лука. А вот от металлических украшений в сильный мороз лучше отказаться. Елизавета Лепеева, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.